Всех приветствую! Сегодня мы находимся в лесах Московской области и приехали в пионерский лагерь, название которого, судя по всему, было родничок. Сегодня мы погуляем по его территории. Я не знаю, когда он был заброшен, и информации, к сожалению, у меня нет, когда он был построен. Мы находились по делам Московской области, ну и, посмотрев Великую мафию, случайно увидели, что здесь неподалеку находится этот лагерь. Решили воспользоваться возможностью, раз уж мы недалеко, заехать сюда, снять здесь видео, ну и, конечно же, показать его вам. Надеюсь, это видео будет интересным и познавательным. Мы заходим на территорию лагеря, и смотрите, какие здесь ворота красивые, кованые, с птичками. Их еще не успели утащить вандалы. Но, к сожалению, все это возможно впереди. Один из корпусов этого пионерского лагеря. Сейчас я вижу, что дверь в него полностью раскрыта. Как ни странно, стекла на окнах, все целое. Заходим в фойе. Здесь у нас, смотрю, какие-то книги. Не знаю, что это. Это не на русском языке, а вот это «Воспойте к Господу». Какая-то религиозная книга. Здесь я вижу книжки, сказка «Рыбаки и рыбки». На второй скамейке, опять же, книга не на русском языке. Не знаю, что здесь написано. Иконки спаси и сохрани. Давайте прогуляемся по помещениям этого корпуса. Я думаю, наш осмотр мы начнем со второго этажа. Когда-то, я вижу, здесь был богатый ремонт. Причем ремонт этот был, судя по всему, не 90-х годов, а уже середины 2000-х. Ну, а лагерь, когда был заброшен, мне неизвестно. Хочу вам показать, какая мебель здесь осталась. Шкафы. Такая большая комната со стенкой. Рядом с этой комнатой, смотрите, какой нарядный и вполне современный был сам узел с душевой кабиной. Очень приличный. Идем дальше по гридору. Здесь висит вешалка, вполне современная. Заходы в комнаты. Смотрите, здесь раковина была. В общем, комнаты были со всеми удобствами. Хочу показать, что двери здесь очень приличные все до сих пор. То есть, явно ремонт был произведен, ну, примерно, я думаю, лет 10 назад, не более, не более. И очень странно, что этот лагерь был заброшен. Давайте прогуляемся еще по одному коридору. Хотя комнаты здесь, как я понимаю, все аналогичные. Со всеми удобствами. Вот, опять же, смотрите, санузел. Здесь унитаз с раковиной. Так, ну, а здесь, конечно же, душевая кабина. Здорово. Довольно-таки приличный, я вам хочу сказать, корпус. Лагерь, видимо, был очень приличный. Очень странно, что он закрылся. Очень странно. Мы спустились на первый этаж. Давайте заглянем в помещение первого этажа. Пройдем сперва сюда. Довольно-таки большая комната. Ну, как я понимаю, скорее всего, это была нежилая комната. Сложно сказать, что здесь находилось. Вижу два старых пианино. Кто-то уже их разбирал. Представляете, когда-то на них можно было что-нибудь сыграть. И мне пришла мысль, конечно, в голову такая. Как он называется? Это аккорд. Аккорд. Да. К сожалению, звук не раздается. Думаю, что эта пианино умерла навсегда. Итак, заглянем еще в одну комнату. Какой шкафчик интересный. Диван. Кто-то ночевал. Может быть, даже не так давно. Здесь тоже. Абсолютно пустой. Смотрите, что я здесь увидел. Это ростомер. Вообще, очень нужная вещь, я вам хочу сказать. Можно даже сейчас помериться, узнать, какой у меня рост. Здесь, я думаю, скорее всего, был медицинский кабинет. Ну, все на это указывает. В общем, даже может быть. Еще какая-то дверь. Здесь уже совсем грустное состояние, я смотрю, к сожалению. Кругом плесень. Детское креслице. И маленькая обезьянка. Ее кто-то забыл здесь навсегда. Как жаль. Ну, я думаю, что в этом корпусе уже ничего нет интересного. Давайте немножко пройдем по территории. Кстати, смотрите, какая заросшая территория. Повсюду здесь асфальтированные дорожки, по которым когда-то гуляли дети. Пойдемте сейчас по этой дороге. Посмотрим, куда она нас приведет. Мы вышли к месту, где когда-то, как я понимаю, была спортплощадка. Но, может быть, здесь проводились линейки. Сейчас уже сказать сложно. Здесь вовсю растут молодые деревца. Да, скорее всего, это была именно спортплощадка, поскольку я здесь увидел футбольные ворота. Они сиротливо лежат на земле. Смотрите, что я здесь увидел. Это очень непонятная для меня конструкция. Никогда ничего подобного не видел. что бы это могло означать. Что это такое, я не знаю. Есть ли вообще у моих зрителей возникнут какие-нибудь мысли по этому поводу, пожалуйста, напишите в комментариях. Я вижу, кстати, открытую дверь. Давайте мы в нее сейчас заглянем, пройдем туда. Благо, я думаю, тропиночка здесь есть. Да, тропинка есть. Осторожно, немножко оступился. Что бы это могло быть? Ну, вообще, что-то вроде склада, самых различных вещей. Начинаю от дверей, заканчиваю столом, но и всякими сантехническими принадлежностями. Но явно очень эпичное сооружение. Никогда в жизни такого не видел. В принципе, тоже не зря заехали в этот лагерь. В каждом месте видим что-нибудь новое, да? И смотрите, это сооружение тянется ну, где-то на добрых 200 метров. Давайте пройдем дальше. благо здесь пройти возможно. Сооружение из красного кирпича. Но дверь, я думаю, тоже в него скорее всего закрыта. Подойдем поближе. Да, дверь в него закрыта. Ну, да ладно. и вот оно продолжается дальше. Оно продолжается дальше. Здесь стоят очень старые двери. Видимо, они когда-то были в этих зданиях до ремонта. Эти старые двери, они как раз с момента постройки корпусов. когда-то их сюда принесли и благополучно о них забыли. Ну, а это сооружение продолжается дальше и дальше. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Смотрите, я увидел еще одно вот такое сооружение. И в него дверь открыта. Давайте зайдем и посмотрим. Может быть, мы поймем для чего это сооружение. Итак, точно. Теперь все понятно. Смотрите, сколько здесь труб. Здесь проходят все самые основные коммуникации этого лагеря. Причем, очень серьезные коммуникации. Лагерь был, как я понимаю, довольно-таки молодой. И трубы, посмотрите, они в прекрасном состоянии. Я думаю, практически можно сказать, что они новые. В состоянии новых. Здорово. Я очень удивлен, почему этот лагерь забросили. Здесь практически все новое, все коммуникации. Я не знаю, как это называется, но здесь явно был щиток. и здесь тоже. Ну, теперь все понятно. Теперь мы поняли. Дорогие друзья, смотрите, какое интересное место мы нашли в этом лагере. Даже не знаю, что это могло означать, но я слышал, что в последнее время здесь на территории лагеря работал православный лагерь. Может быть, они и построили это сооружение. Скорее всего, как я понимаю, пионерский лагерь был заброшен. Ну, и здесь впоследствии была христианская община, которая и сделала ремонт. Только вот неизвестна причина, почему они покинули это замечательное место. Впереди я вижу здание из красного кирпича. наверху надпись постройки это 1984 год. И сейчас мы зайдем в это здание. Прежде я хочу обратить ваше внимание. Здесь я увидел план центра Родничок. Именно так назывался этот лагерь. Итак, очень аккуратно мы переступаем через битые стекла и заглянем сюда. Что могло здесь находиться? Смотрите, целый ряд стульев и кругом плесень. Много много плесени. Давайте пройдем дальше. Идем по коридору и заглянем в первую же дверь. Я думаю, что здесь когда-то была столовая. Смотрите, как аккуратно расставлены столы и стулья. Подтверждение слов о том, что здесь была христианская община. мы нашли вот такую фотографию святой Иоанн Калабрия. Опять же я вижу остатки старых музыкальных инструментов, старых пианино, которые здесь совсем сгнили. мне мне очень интересно из-за обеденного зала пройти кухонные помещения. Они должны быть за этой дверью. Так оно и есть. Все, что осталось от кухонного оборудования. Осталась плита и кое-какая кухонная утварь. Всем этим пользовались, я думаю, относительно недавно. Пройдя дальше по коридору, мы увидели, опять же, смотрите, какой интересный умывальничек. Он находится прямо в коридоре. Вот еще одна комната, здесь круглый стол. Когда-то, вероятно, здесь проводились собрания. Ну, а теперь давайте ненадолго поднимемся на второй этаж. хочу вам показать, что я здесь увидел. Здесь опять же большой холл и диваны. И на стене фотография Папы Римского. Ну, а если идти дальше по коридору, я думаю, мы выйдем прямо на улицу. Сейчас посмотрим. Хочу вам показать, что между корпусами был вот такой интересный переход. По нему когда-то дети переходили из одного корпуса в другой. Я думаю, еще на минутку мы зайдем еще в одно здание, но вообще все они находятся в ужасающем состоянии. Здесь были вандалы и все громили, причем громили с яростью и с радостью. Это мне никогда не понять. Это мне никогда не понять. другое здание. Как я понимаю, здесь было три корпуса. да, когда-то был очень интересный лагерь. Эх, посмотреть бы, как все это выглядело в те времена, когда все это работало. Дорогие зрители, сегодня мы побывали в очень интересном месте. пионерский лагерь Родничок. Как я понимаю, когда-то это был обычный пионерский лагерь. Ну, а после того, как этот лагерь закрылся, здесь находилась религиозная община. К сожалению, нам ничего не известно об этой общине и неизвестны причины, по которой они покинули это место. Ну, а еще интереснее, почему забросили такой когда-то шикарный пионерский лагерь. Продолжение следует...